Всех приветствую! Вот есть на моем дачном участке вот такое вот место. Здесь растет рябина. Она создает очень такую плотную хорошую тень и в летний зной очень комфортно под ней отдыхать. Но вот сидеть только вот не на чем. И вот принято решение изготовить два будем так называть кресла также такие же простые как вот я до этого делал лавочку по этой же технологии. Кому интересно посмотрите ссылочка будет в правом верхнем углу. Вот эти два кресла когда я сделаю хочу поставить вот именно в это место чтобы можно было посидеть отдохнуть попить чайку в тени. Делать кресло буду все из того же строительного хлама, которого у меня в избытке. Но надеюсь что-то еще выбрать отсюда готовить кресло. Кресла будут немножко модифицированы в отличие от лавочки, которые до этого делал. Модификация заключается в том, что хочу сделать подлокотники чтобы было комфортнее находиться в этом кресле. Ну и что получится посмотрим далее. Начинаем подготавливать заготовку. Для этого для начала отторцуем доски и распустим их по размеру. Высота нашего кресла в районе спинки будет 75 сантиметров, ширина 60, глубина 50 и высота посадочной зоны 40. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ширина боковых стоек наших кресел будет 140 миллиметров. Эти доски гораздо шире, поэтому сейчас отмечаем 140 миллиметров и отрезаем лишнее. Поскольку кресел будет два, заготовки делаем вдвойне. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь у каждой из стоек, а у нас их четыре, поскольку у нас два кресла будет, с каждой из них отмеряем от края 40 сантиметров. Это будет вот отсюда до суда и с другого края. Беру 30 миллиметров и отчерчиваем, отрезаем косую линию. Это для того, чтобы нам организовать удобное сидение для спины. Субтитры сделал DimaTorzok Две половинки задней части боковых стоек лавочки готовы. Теперь еще две. Делаем по такому же способу. Готовы четыре задние стойки наших кресел. Теперь делаем передние. Поскольку я планирую сделать с подлокотниками, в отличие от лавочки, там где была посадочная высота 40 сантиметров, мы заготовку делаем для передних стоек 60. Готовы наши половинки для кресел. Их ровно четыре штуки, потому что кресла будет два. Это я сейчас просто схематично приложил. Эти боковые поперечные перекладины, так как они будут. Это один комплект. И вот второй комплект. Ну а сейчас приступаем к сборке. А позже увидим, что получится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой косяк, допустим, вот эти планки, которые у нас под подлокотники идут. Вот это и вот это. Они должны прикручены быть с обратной стороны. Потому что мне спинку будет некуда ставить. Поэтому сейчас эти штуки все перекручиваю. На этой заготовке, на двух других. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закончил я изготовление первого стула. Второй стул будет аналогичен этому. Вот так вот после шлифовки выглядит доска. Субтитры сделал DimaTorzok Красить красить краской жалко, как лавочку мы покрасили. Поэтому, если удастся, покрою просто лаком корабельным, чтобы такой цвет остался. Сейчас займусь изготовлением второго стула, а когда наш ансамбль будет готов, уже сниму все одним скопом. Готовы готовы наши кресла для сада. Вот я отшлифовал их немножко. Сильно не стал углубляться в шлифовку, потому что и так цвет красивый. Ну, скорее всего, лаком покроем. Ну, видно будет, в общем. Просто не хочется такой цвет портить краской. Сейчас я их унесу на то место, где их планировал поставить. Это вот под рябиной. Ну, и будут там стоять. Будем у них отдыхать в летний зной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok